Эти кадры сделаны в прошлом году. Сотрудникам Алроса приходилось ждать служебный транспорт на открытом месте. Ведь после централизации маршрутных автобусов они начали курсировать по новым направлениям. По словам работников Центра управления транспортом, на сегодня система отлажена. На месте пустых остановочных пунктов появились новые современные павильоны. Всего по городу их установили 10. В них можно укрыться от дождя, ветра и снега. Когда открытое пространство, всегда дети продувают. Всегда тут холоднее, чем в городе. Естественно, у нас всегда было и простужались мы там. А тут вот уже забегали нормально. Стало лучше. Вот ветром можно укрыться. От дождя опять же. Чтобы не мерзнуть на остановках, сотрудникам Алроса рекомендуют внимательно изучить расписание движения. Во всех остановочных павильонах развешана необходимая информация для пассажиров. В этом году ввели новшества. Теперь узнать расписание движения корпоративных автобусов. И в целом оценить работу транспортного предприятия можно и с помощью QR-кода. Достаточно лишь сканировать его телефоном и пройти по открывшейся ссылке. После работы 13-й автобус полностью забит. И можно было бы пускать автобусы одновременно. Потому что люди стоят и ждут следующие, там с перерывом 10 и более минут. Как бы зимнее время холодно. График не соблюдает в Крымстане. На полчаса, на час опаздывать это порядок. А тут минуту на минуту, оказывается, ходит автобус. Это очень хорошо. По времени удобно все. Рядом с домом, ну, мне лично рядом дом, две минуты. Вот, то есть, с дома вышел две минуты, постоял, сел, поехал, все нормально. А как вам новые остановочные павильоны? Надо их теплыми делать. Центр управления транспортом регулярно проводит опрос среди работников «Алроса». Все ли устраивает пассажиров. Также от них готовы принять пожелания, что они хотели бы улучшить еще. И к пожеланиям прислушиваются. Так, по просьбе работников «Алроса» на транспортной карте Мирного ввели новый остановочный пункт. Теперь служебные автобусы забирают работников компании еще и по улице Солдатова. За прошедший год мы получили более тысячи обращений от пассажиров. Мы постоянно мониторим ситуацию с претензиями, с пожеланиями, с заявлениями. Максимально стараемся их удовлетворить. Сегодня на линии курсируют 44 корпоративных автобуса. Их число планируют увеличить. Также на наиболее загруженных маршрутах станет больше выполняемых рейсов. Ивана Филипова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».